Дом правительства Служащий не на словах, а на деле должен показать свою работу и вернуть доверие граждан. Прежде всего на государственной службе нужна дисциплина, трудовая и исполнительская дисциплина. Мы этого будем добиваться. Уже первые результаты есть, но нам надо еще предстоит очень многое сделать. Второе, вызвать и заслужить доверие со стороны населения к тем реформам, которые мы проводим. И они начинают приносить определенный результат. Открытость, прозрачность, эффективность обязательно принесет хороший результат. На основе анализа результатов текущей деятельности правительства и с учетом новой экономической ситуации в рамках Евразийского экономического союза на среднесрочную перспективу основными приоритетами для исполнительской ветви власти страны должны стать следующие направления. Об этом премьер-министр озвучил на встрече с журналистами. Это, по сути, программное заявление Демира Сареева на среднесрочный период. Состоит оно из 14 пунктов. Первое. Высокий уровень инвестиций. Совокупный объем инвестиций, включая государственные и частные, должны составлять не менее 25% от ВВП. Одним из сильнейших стимулов должно являться государственное частное партнерство. Существенные инвестиции должны быть направлены на развитие информационной инфраструктуры. Это положительно скажется на образовании, финансовых услугах, информировании сельскохозяйственных производителей, экспортеров и других отраслей. Второе. Открытость для новых технологий. Инструменты реализации – это прямые иностранные инвестиции, для которых должен быть создан благоприятный режим, а также обучение национальных менеджеров за рубежом. Третье. Конкуренция и структурные преобразования. Для выхода на международные рынки национальные компании должны пробиться среди внутренней конкуренции, доказав свои рыночные преимущества. Четвертым пунктом является рынок труда. Как считает премьер, целесообразно сфокусировать усилия не на регулировании спроса на рабочую силу, а на квалификацию и качество предложения рабочей силы. При избытке низкоквалифицированных трудовых ресурсов экономика сегодня испытывает нехватку в профессионалах. В этом контексте, как считает премьер-министр, усилия необходимо направить на профессиональное образование. Пятым пунктом глава правительства отметил продвижение экспорта. Это определение приоритетных экспортных отраслей или секторов экономики. И их должно быть немного. Во-вторых, нужно определиться с реальными инструментами продвижения экспорта, будь то налоги, каникулы и послабления, субсидирования, льготные кредитования, экономические зоны. В-третьих, валютная политика должна учитывать интересы национального экспорта. Шестое – это обменный курс. Практически все успешные страны продемонстрировали сбалансированную валютную политику. В целом, должен быть найден собственный национальный рецепт. Предыдущая валютная политика имела больший крен в сторону поддержки импорта. Седьмое – это свободное движение капитала. Кыргызстану необходимо сохранить политику свободы движения капитала. Это является одним из привлекательных факторов для иностранных инвестиций. Восьмое – макроэкономическая стабильность. Необходима выработка сбалансированной государственной политики, стимулирование экономического роста, а не только удержание инфляции. Назрела необходимость изменения структуры государственных расходов. Девятое – привлечение сбережений. Целесообразно предложить фискальные меры, стимулирующие реинвестирование полученной прибыли в расширение бизнеса, а не распределение в виде дивидендов. Что касается сбережения населения, стоит обратить внимание на несколько факторов. В настоящее время единственным инструментом являются банковские депозиты, в связи с чем необходимо усиление доверия к финансовой системе по всей республике. Важным элементом является здоровая государственная и частная пенсионная система. Мы должны добиться, что каждый гражданин доверял банкам и хранил свои деньги в банках. Десятое – развитие финансового сектора. У финансовой системы есть три ключевые функции. Содействие накоплений, формирование фондов для инвестирования, перераспределение рисков. Ведется, необходимо пересмотреть политику в банковском секторе, снизив чрезмерные требования к их деятельности. Кроме того, необходимо создание института, поддерживающего ликвидность. Одиннадцатым пунктом премьер отметил урбанизацию и развитие села как инструмент поддержки сельскохозяйственного производства. Формально существует только накредитование сельского хозяйства. Как считает Эмирсарейд, нужны и другие механизмы, такие как страхование, гарантирование залога, субсидирование ставок. А для более сбалансированных потоков трудовых ресурсов целесообразно формирование городов регионального масштаба. Здесь, как отметил премьер-министр, потребуются государственные инвестиции не только в инфраструктуру, но и крупные инвестиционные проекты. Одним из направлений инвестиций в такие города может стать ипотечное и социальное строительство. Двенадцатое – это оригинальное развитие. Необходимы более четкие разгонечения ответственности и функции между центральными органами и местными органами власти. Общество не нуждается в губернаторах и акимах, которые только доводят проблемные вопросы до правительства. Тринадцатое – это окружающая среда. То есть это экология и это политика зеленой экономики. Экологически чистая средственная продукция, водные ресурсы, природно-климатические условия, регуляционные туристические возможности являются нашим конкурентным преимуществом на мировом рынке. В связи с чем вопрос об устойчивости окружающей среды должен стоять в долгосрочной перспективе во главу угла. 14-м пунктом премьер-министр отметил эффективное управление. По мнению Темира Сариева, структура системы органов исполнительной власти с почти 6-миллионным населением должна быть достаточно компактной, оптимальной и, самое главное, эффективной. Поэтому глава правительства предлагает формировать ее, основываясь на следующих принципах. Обеспечение компактности и мобильности системы органов исполнительной власти, переход к функционально ориентированным принципам функционирования министерств, упорядочивание системы государственных органов при правительстве, оптимизация расходов на содержание госаппарата. Члены правительства работают в условиях скорректированной административной реформы. Зачем нужна была коррекция, министры со стажем новичкам, надо полагать, уже рассказали. Большие полномочия повышают эффективность и ответственность. Под председателем Сантемира Сарьева аппарат правительства, министры и руководители ведомств работают 4 месяца. Были трудности, но преодолеть их удалось. Что сделано за 4 месяца работы правительства? Завершен этап вступления в силу договора о присоединении Кыргызстана к договору ОИАЭС. В рамках Евразийского экономического союза унифицирована нормативно-правовая база. Принято 39 законов и 51 нормативный правовой акт. Пограничные таможенные посты, пункты пропуска, фитосанитарные лаборатории оснащены современным оборудованием, соответствующим всем стандартам ОИАЭС. С открытием границ увеличился грузопоток. Предприниматели готовятся заключать новые договора и реализовывать свою продукцию в страны ОИАЭС. К примеру, молодые бизнесмены, получив кредит, создают логистический центр. За раз в овощехранилище можно хранить до 3000 тонн продукции. В последующем намерены построить завод по переработке овощей и фруктов. В рамках наращивания потенциала национальной экономики осуществлен запуск ряда промышленных предприятий и инвестиционных проектов. Сдана подстанция Кемин и высоковольтная линия Татка Кемин. Начала работа золотодобывающий комбинат Алтымкен. Также Бозумчап. Планируется запуск месторождений Иштемберды и Кайди в сентябре месяце. Также в первую очередь ферросплавного завода в городе Ташкумыр до конца года. Будут запущены первые печи. Нефтеперерабатывающий завод в городе Тахбак. Построены 221 теплицы на площади, 111 гектара. 400 миллионов сомов налогового поступления в бюджет, тысячи рабочих мест. Переработка порядка 3,5 тонн золота. Таковы результаты запуска месторождения Алтымкен. Еще одно крупное предприятие Бозумчак в Алабукинском районе Джалабасской области. То, что сегодня чувствует местное население, словами не описать. Предприятие заработало, а значит созданы дополнительные рабочие места. Людям представлен весь социальный пакет. Дороги построены, открытие цеха папашевой одежды и овощехранилища. А выращенная крестьянами продукция реализовывается за пределами страны. В мае проведено два конкурса на месторождение золота Джеруй и месторождение угля Бель-Алма. В совокупности от двух проведенных конкурсов в республиканские и местные бюджеты поступило более 6 миллиардов сомов. Проведены еще два аукциона на месторождение бурого угля Урмизан и месторождение графита Куйла. Также в совокупности от проведенных аукционов с мая поступило более 5 миллионов сомов. До конца года планируется проведение четырех конкурсов на месторождении Арым-2 «Мрамор», Курментинская, Известняк, Тегене, Каменный уголь, Терекан, Перевальная, Терек и три аукциона на месторождении Терек, Кукмойнов, Узунташты. В период сентября по декабрь от проведения конкурсов и аукционов планируется поступление дохода в бюджет более полторы миллиарда сомов. В ближайшее время будет создана комиссия по проведению на право пользования недрами целью разработки месторождения редкоземельных элементов Кутисай-2 и Калисай. И, пожалуй, самый крупный проект – концепция дальнейшего освоения месторождения Харакече, предусматривающая строительство ТЭЦ. Ее мощность равна Токтагульская ГЭС – 1200 мегаватт. В концепцию входит строительство железной дороги Балхче-Хочкор-Харакече. Премьер-министр распорядился в месячный срок разработать условия и порядок проведения конкурса по освоению Каракечинского месторождения. Это комплексное освоение бюджет, это строительство железной дороги от Балхче до Каракече, это строительство тепловой электростанции с мощностью 1000 мегаватт рядом с Каракече, и это комплексная разработка угольного месторождения в Каракече. И мы надеемся, что до конца года мы проведем, и со следующего года начнется разработка ТЭЦ, а может быть, к концу года уже начало строительства. Перед каждым акимом района и мэром города премьер-министрам поставлена задача – запуск не менее 10 новых предприятий в сфере промышленного и перерабатывающего производства и предоставления услуг. По подсчетам ТЭМИра Сариева, это открытие более 400 объектов с предоставлением новых рабочих мест. Айчарга, министр, губернатор. Губернатор. Это мне точно не стоит. Аким. Температура не стоит. Температура была 10. Аким был. Аким был. А бездепо, бездепо, бездепо. Кабинет не шагалалал. До конца года за счет государственных капитальных вложений будут даны в эксплуатацию 89 социальных объектов. Это 68 школ, 12 объектов здравоохранения, 1 объект культуры, спорткомплекс, жилое здание, детский сад. Правительством за счет средств, полученных от инвестиционного конкурса поджирой, запланирована реконструкция и капитальный ремонт 100 школ, и новое строительство еще 100 школ. На строительство и ремонт дорог областного и районного значения общей протяженностью 112 километров дополнительно выделено из бюджета 1,5 миллиарда сомов. Развитие социальной сферы и повышение уровня жизни населения. С 1 сентября повышены страховые части пенсии. На 15% повышен размер гарантированного минимального дохода. С 1 сентября повышены должностные оклады младшего технического обслуживающего персонала, занятого в социальной сфере на 20%. Выделено 2,5 миллиарда сомов на 50% увеличения с сентября заработной платы учителей, младшего обслуживающего и технического персонала Организации здравоохранения. Внедрена 480-часовая программа предшкольной подготовки для детей, не посвящающих детские сады. На эти цели из госбюджета выделено 60 миллионов сомов. До конца года будут предоставлены 8 реанимобилей областным родильным отделением и Национальному центру охраны материнства и детства. Завершается установка в медучреждениях современного рентгеноборудования, 10 стационарных цифровых и 4 передвижных рентгенаппаратов. Для сотрудников ГКНБ ведется строительство трех многоквартирных домов, ведется строительство трех жилых домов для 180 квартир для сотрудников милиции. Работать правительству предстоит по очень интенсивному напряженному графику. Необходимо сделать все, чтобы добиться новых значимых успехов в развитии Кыргызстана и повысить благосостояние граждан страны.